Господи, благослови. Сегодня у нас 15 января 2018 года. Ну, я встал 20 минут первого ночи было, и гляжу, тут неделю назад у меня зашел, попросился в друзья, или как Слава Семенов. Очень интересно вот так вот показать как-то. Давай-ка сюда, чтобы ты ее засчитывать будешь, а я буду передвигать, держать. Ну-ка, что там написано, считай. У вас в Ворде-то нету, да? Что делать? В Ворде нету этого текста. В Ворде я сделал, сначала это засчитать. Игнать Тихонович, мир вам. Я всегда считал себя ревностным христианином, но сейчас понял, что на миллиметра им не являюсь. Вы в своих книгах и проповедях говорите чистую правду. Я это сердцем ощущаю. Благодарю Бога за то, что Он через вас вразумляет нас. Я собрал всех знакомых верующих, мать, отца, друзей и показываю им ваши ролики. И то, что вы говорите, все до одного приняли сразу вас все. Всего полторы недели мы с вами знакомы. И как живо наши сердца откликаются. И я попросил их все готовить вопросы к вам, чтобы мне потом выйти на связь с вами в скайп и получить ответы. Разрешаете ли вы это сделать? Позвонить вам и задать вопросы от всех моих родных друзей. Слава Христу Богу нашему! Меня зовут Вячеслав, 28 лет, женат, город Казань. О вас узнала про Таерея Владимира Головина, который хорошо о вас отзывался в своих роликах. Я писал несколько статей в защиту отца Владимира Головина. Для меня было большим ударом и открытием то, как епископ и извещенники способны клеветать и уничтожать человека. Полгода я мучился каждый день, не мог в это поверить. Вот мои статьи. Дальше он показывает три статьи, вот они вверху. Я их перевел в Word. И сейчас мы их почитаем. Вот первая статья, по порядку. Сомнения в про Таерея Владимира Головине или поездка в Болгар. Вячеслав Семенов, город Казань. Впервые об отце Владимира Головине я узнал от любимой девушки, моей будущей жены. Она любила после работы пить чай с тортиком, включать свой ноутбук и смотреть его длительные проповеди. К тому времени я уже как 7 лет был в церкви, регулярно участвовал в таинствах, читал святых отцов, Евангелия и считал себя вполне немалопонимающим в православии, чтобы не нуждаться в советах современных батюшек с интернета. Но чему такому особо они научат? Ведь все есть у святых отцов. А тот, кто заслушивается этими батюшками, в кавычках, просто ленится читать и изучать православие в святоотеческом предании. Такова была моя внутренняя позиция. В общем, из чистого любопытства я все-таки решил посмотреть проповеди отца Владимира Головина. Что сразу смутило. Присущий ему артистизм. «Это определенно. Прелесть!» – подумал я. Начитавшись святителя Игнатия Бринчанинова, моего любимого отца церкви, я уже понимал, что такое прелесть и как она опасна. Слушая проповеди отца Владимира, я увидел в них некое вдохновенное возбуждение, которое сначала идентифицировал, как кровное движение плоти, ничего общего, не имеющее с духом православие. Плюс ко всему этому я заметил такое свойство его речи. Трудно было перестать его слушать, все время хотелось услышать. Ну что же там дальше он скажет? Естественно, это я оценил как минус его православности. Для себя отметил, что со всей своей артистичностью он, по сути, на вопросы отвечает верно, в десятку, ничего не придумывая и не приукрашая. Например, на вопрос о том, как нам относиться к протестантам, он, не задумываясь, ответил, так же, как и к мусульманам, так же, как и к католикам, так же, как и к безбожникам, так же, как и к сатанистам, так же и как к православным, с любовью. Такой ответ меня тогда поразил. Чувство смущения меня, однако, не отпускало. Но, слушая его проповеди, я так и не мог найти, к чему придраться, кроме как необычной форме изложения. Искал в интернете какой-нибудь компромат и никак найти не мог, кроме некой статьи на раскольническом сайте. Я думал тогда, ну так как так, ну как так, с ним же явно что-то не так. Тогда было принято решение посмотреть все его видео с целью обнаружить какую-либо ересь, которая, собственно, и разъяснит причины моего сомнения. Но сколько я не смотрел, ничего конкретного обнаружить так и не смог. Да, конечно, были моменты, с которыми я не согласен. Например, то, что убиенные дети в утробе спасаются. Или то, что Христос победил искушение внутри себя. И что на отца зашел, и там Владимир, и не нашел. А у меня он только зайдет, а обо мне он не найдет уже хорошего слова. Столько там роликов. Его это смущало, значит, в отношении меня его-то не будет смущать. Как один у Ольта какой-то сказал, говорит, я тебе столько много плохого прочитал, еще не знакомый, сразу понял, вы хороший человек. Но зная, что с такими воззрениями спокойно существуют, в кавычках, у нас и профессора, и епископы, и многие другие, я понимал, что это к делу не пришьешь. Да и человек мог не так высказаться просто. Молитва по соглашению меня особо не смущала. Смущал меня скорее сайт, созданный в явно маркетинговом стиле. По последним технологиям впаривания, в кавычках, ненужной продукции. А позднее появились удобные приложения, с помощью которых в несколько секунд можно, например, заказать Акафис на год. Сейчас я понимаю, что примерно то же самое испытывают и все те, кто сегодня негодует. Это одна из причин, которая заставила меня рассказать о себе. Слушая проповеди батюшки, я понимал, что мы имеем дело с очень незаурядным человеком. Отец Владимир так быстро, не думая, отвечал на вопросы, от которых обычные проповедники заходят в тупик. И при этом он совершенно не использовал привычные философские понятия православного богословия, которыми, как правило, вооружены все священники. Невозможно было отрицать этот его дар. И как сам отец Владимир говорил, он им владеет с детства. И вот передо мной встал ключевой вопрос. Это человек-обманщик высокого уровня, или это сам Бог вершит свои дела через него. Через некоторое время спустя мама Кати, теперь уже моей жены, покупает нам в подарок паломническую поездку в Болгары. Какое совпадение! Целью этой поездки для меня, конечно же, было выяснить, с кем и с чем мы им делаем в этих Болгарах. Сам я живу в Казани. Болгары здесь известны как святыни для татар и их древнейший город. После поездки я понял, что Болгары – это православная святыня. И Бог руками людей, в том числе и татар, прославляет это великое место по всей России. И не только. Наконец мы поехали в Болгары. Цена поездки на тот момент составила 4,5 тысячи рублей. Сюда входили услуги экскурсовода, автобус 400 километров пути, перевозки внутри самого Болгара, питание в течение двух дней, проживание в скиту, где о тебе также заботится и кормит. Поездка в автобусе сопровождалась совместной молитвой, рассказом о Болгарах, житии святого мученика Авраамия Болгарского, прославившего на этой земле своим подвигом. Прославившего гостя, самого себя прославившего. Прославившего гостя на этой земле своим подвигом, а также подробным рассказом о том, как будет проходить наше паломничество. В группе были самые разные люди, со всех концов России и даже Европы. Например, был парень из французского иностранного легиона, которого зацепили в кавычках проповеди отца Владимира Головина. И он заинтересовался православием и решил приехать. Как только мы приехали в Болгары, нас первым делом вкусно покормили в кафе. Далее мы поехали в церковь на проповедь отца Владимира. Народов в обычный субботний день было так много, что совсем не маленький храм был заполнен полностью. Внутри были расставлены лавки, стулья, все сидели. Проповедь, конечно, проняла до слез многих. Теща, жена и я получили ответы на многие свои вопросы. Однако для меня вопрос о том, что это здесь происходит, что это за «духовное лечение» в кавычках, оставался открытым. Я не особо доверял, помня слова Писания, испытывайте духов, от Бога ли они. Люди сюда приезжают с самыми разными проблемами. У кого-то они духовные, у кого-то материальные. У многих тяжелая жизненная ситуация, проблемы со здоровьем. Мы их излагали на бумаге, и наш гид передавал их отцу Владимиру. Вечером нам вернули обратно эти листочки, и под каждой проблемой отцу Владимиру было написано, каким Акафистом молиться, чтобы открылось решение того или иного вопроса. После окончания проповеди нас повезли на ужин. Далее было всеночное бдение, где многие из паломников исповедовались. Священников в храме Авраамия Болгарского человек пять точно было. Настоятелем храма святого мученика Авраамия Болгарского является не отец Владимир, а его сын, отец Анастасий Головин. Службы там были долгие, полные, не обрезанные. По крайней мере, мне так показалось. Кстати, в этом храме несколько старинных икон. Чудесно самообновляются. После всеночного бдения тяжелый день подошел к концу, и нас повезли в Скид. Скид представляет из себя некое огороженное место, где все постройки деревянные, отсутствует электричество. Воду можно брать только в колодце. Туалет на улице, печка, свечи и все дела. Я не знаю, кто они, но какие-то добрые люди постоянно готовили нам там чай, кормили пирогами, приготовленные в печи. В Скиду мы все вместе помолились Акафистам, целителю Пантелеймону. Потом еще кому-то. Потом еще. Потом все вместе прочитали молитву на сумм грядущей. Состояние, конечно, было непередаваемое. Непередаваемое. Физическая усталость и одновременно какая-то легкость душевная. Но внутри сомнений меня не отпускало. В шесть часов утра мы встали, позавтракали и поехали на колодец. Место убиения святого мученика Авраамия. Там ему прочитали Акафис и искупались в святом источнике. После чего последовали в храм. В храме была литургия, и все, кто хотел и готовился, причастились. После чего отец Владимир начал совершать молебен или канун о здравии. Потом произнес небольшую проповедь минут на тридцать. И началось. Помазание с возложением рук духовное лечение. Вот что это из себя представляло. В храме есть комнаты, в одну из которых мы заходили, одевали там специальные рубашки с разрезами. Один из священников нас помазывал. А отец Владимир молился и возлагал свои руки на голову. Конечно, все это меня очень и очень смущало. Но как же? Так, каково он себе мнение, чтобы руки так возлагать? Внешне это может напоминать целительство. В реальности оказалось все иначе. Для себя я решил, что не буду слепо доверять этому действу, а буду про себя молиться и Иисусовой молитвой. С намерением и надеждой на Бога, чтобы он сохранил меня от всякого вреда. Какой я мог бы от всего этого получить, если бы оно было делом не Божиим? И все-таки я понимал, что отец Владимир – это канонический священник. Вот настала моя очередь. Я направился с молитвой к комнату. Меня помазали по всему телу, и я подошел к отцу Владимиру. Он, помолившись, наложил на мою голову свои руки. Отец Владимирович Головин выглядел очень усталым. Видно было, что он молится очень искренне, чуть ли не со слезами. И его объятия были исключительно добрыми и мягкими, ощущалась его любовь. При этом я упорно творил молитвы внутри себя и старался не доверять ничему чувственному. Но вышедший в главный зал, я вдруг понял, как будто какой-то большой камень снят с моей души. Нечто подобное я ощущал после первой исповеди. Напряжение и смущение, которое меня преследовало, и от которого я долго не мог освободиться, исчезло без следа. Я как-то по-другому уже смотрел на людей. Непредвзято, свободно и без скрытого осуждения. Могу сказать, что мне знакомы подобные состояния, а особенно после искренней исповеди, после причастия, такое бывает. Но тут оно произошло именно сейчас и продолжалось вплоть до возвращения в Казань. К Богу после этого я не мог никак иначе обращаться, кроме как с благодарностью. Все вопросы отлетели сами собой. Я понимал, что дьявол всякие знамения и состояние может навеять, но любовь он дать никак не способен. Искреннюю благоданность Богу он также дать никак не может. Это не в его власти. Ко мне пришло понимание того, что в город Болгар делаются великие Божьи дела. Анализируя происшедшее, я осознал, что же меня смущало на самом деле. На самом деле это был страх. Я боялся слова отца Владимира потому, что оно заставляет меняться по-настоящему. Потому что это слово бьет в самую суть и облегчало мое фарисейское состояние. И именно поэтому на проповеди отца Владимира так живо откликаются многие грешники, которые не могут иметь этого состояния, живущие вне церкви. А многие, кто вроде как в церкви, соблазняются, к сожалению. Да, у отца Владимира есть ошибки, так же, как и у всех людей. И вряд ли их можно избежать. Мы ведь люди. В конце этой паломнической поездки, уже в автобусе, все паломники были в чем-то немного другими. Стали друг другу ближе. Каждый, кто желал, поочередно подходил к микрофону и рассказывал про свою жизнь. Все говорили о том, как Бог явил дела свои в их жизни и что привело их болгары. Мы очень сплотились и возвращались в Казань уже как единая семья. Тогда я ярко ощутил, что такое настоящее единство. Многие знакомые мне люди уверовали и воцерковились именно после того, как стали молиться молитвой по соглашению. Там, в Болгарии, я увидел много искренних людей, по-настоящему горевшие желанием жить с Богом, решать все дела с Богом. Воистину, Дух дышит, где хочет. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. И сегодня я убежден, что молитва по соглашению для современных слабых и грешных людей есть проявление именно этого Духа. Господь приводит к вере людей через это. Сегодняшний человек настолько погряз в суете, что и не помышляет о том, что Богу до него есть дело. И вот этот самый человек, возможно, из чисто практических соображений, от горяли или из-за житейских проблем, встает на молитву и не ожидает услышать ответ. Но он получает его от Бога. Ответ может быть разный, но всегда он есть. И когда человек убеждает, что Бог жив, и он здесь, и сейчас действует в его жизни, он начинает молиться не потому, что у него есть проблема, которая требует разрешения, а потому он уже не может жить без Бога. И его любви это становится естественной потребностью. Это как кислород, без которого просто невозможно жить. И человек отвечает ответной любовью. К сожалению, большинство людей, живущих без церкви, становятся очень падкими на красивую обертку, рекламу, сладкие слова и так далее. Зачастую через подобные инструменты дьявол руками приспешников проталкивает нам, людям, всякие гибельные идеи, ненужные товары и услуги. И почему церковь не может использовать эти же современные инструменты, технологии для распространения истины? Почему мы без брани отдали эти инструменты дьяволу и считаем это его правом? Думаю, что это неправильно. Смотрю и явственно вижу работу такого подхода по результатам деятельности протеерея Владимира Головина. Общее количество подписчиков на его каналы превышает всех самых медийных священников, таких как Андрей Ткачков, Дмитрий Смирнов. Превышают даже православные телеканалы. Люди слушают и слышат его, и это факт. Люди заказывают молитвы и сами молятся. Те, кто падают на красивые рекламы, попадают на сайт молитвы по соглашению и начинают реально молиться. И Бог таким путем приводит их в церковь. Еще есть один момент. Современный, вне церковный человек не обратит никакого внимания на услугу или товар, который не будет иметь цены. Ему просто нужно, чтобы это стоило денег. Только тогда он заинтересуется предложением. Такова сегодня психология большинства людей. И как уже говорилось, враг рода человеческого ее успешно использует. Почему же подобный подход человеческому вниманию не годится использовать для истины? Применять его можно и нужно. Результат такого подвинничества мы видим уже сейчас. Почему-то он многих смущает. То не страшно. И меня смущал, пока я сам не съездил и не убедился в том, что это истинно православные люди. Делать истинно божеское дело. Кто сомневается и смущается искренне, не стесняйтесь, езжайте. И сами на собственном опыте все и проверьте. И во всем убедитесь. Спасибо за внимание и простите меня за возможные личные слепые пятна вообще и вышеизложенные теми в частности. Вячеслав Семенов, город Казань. Ну это одно у него. Ну вот он написал еще. Остановим травлю протоиерея Владимира Головина. Вернем проповеди. Против травли Владимира Головина. Примеры писем в патриархию и епархию. Контакты инициативной группы. Политика конфиденциальности. Материалов защиты. Земные мытарства протоиерея Владимира Головина. 29.04.2018. Вячеслав Семенов, город Казань. За последний месяц большая часть православного интернет-сообщества кипит вокруг деятельности канонического священника протоиерея Владимира Головина из Болгар. Разобраться во всем не очень-то просто, так как поднятый эмоциональный шум заглушает объективную составляющую вопроса. Каждый день выходит несколько статей, поддерживающих этот эмоциональный подъем, основанных на призыве очищения православия от лжепастырей и недоумений касательно каких-то выражений священника. Сколько погублено истинных пастырей под этими целями? Думаю, немало. И в российской церковной истории в том числе. Но первыми в истории христианства погубленным человеком без суда и следствия, основанным на обвинении в хуле на Бога, в основании собственной секты, дерзновенных речах, был сам Иисус Христос. Римская судебная система, основанная на объективных доказательствах, не нашла в нем никакой вины, достойной смерти. Но именно религиозные люди того времени посчитали возможным без суда и следствия настоять на смертной казни. И действительно, если Иисус Христос не был Богом, то многие обвинения были бы вполне справедливы. Но из тех, кто решал, не было тех, кто поставил бы вопрос так, действительно ли это так. Ведь понятное дело, что если бы к действиям Христа подошли к срассуждениям, то мы непременно бы увидели, что через него делаются дела Божии. Человек мог не принимать божественность самого Христа, но божественный дел, который он делал, при ближайшем рассмотрении отрицать было невозможно. И этих дел уже вполне достаточно для того, чтобы не объявлять человека богохульником, сектантом. Ты сам, как самеренин. Исходя из вышесказанного, хочется предостеречь людей в предвременных суждениях касательно любого человека. Особенно, если этот человек православный. Особенно, если он канонический. Священник, не запрещенный в служении. Просто потому, что без суда и следствия вообще кого-то о чем-то осудить тяжелый грех. Мы можем свидетельствовать, что нас что-то смущает, что это что-то странное, что это неприемлемо. Но сказать, что человек лжестарец, сектант, богохульник, пособник сатаны мы не можем. Точно так же, если мы не согласны с каким-то мнением или словом, или делом патриарха, мы на это имеем полное право. Но без архиерейского собора не поминать его или называть лже-патриарха мы не можем. Так как именно это помещает нас мгновенно за пределы церкви. Первым делом рассмотрим претензии к личности протоиерея Владимира Главина. И всего прочитывая в интернете материала, я постарался выделить основное негодование. Самая главная моральная претензия – это нахождение в прелести. Возможно ли это объективно это доказать? Зачастую выдвигается. Как основание для этого такие вот факты. Артистизм священника. Откровенность во всех смыслах. Наличие посоха. Наличие усыпальницы. Ношение яркой одежды и тому подобное. Думаю, всем понятно, что по внешним факторам сказать, находится человек в прелести или нет, невозможно. Это может сделать только личный духовник человека. Тем более, учитывая то, что каждый человек находится в разной степени прелести. Из-за наличия всех этих внешних факторов вообще никак не следует духовное состояние человека. Основным фактором наличия прелести является ее отрицание у себя. Но и отрицание, и подтверждение – это всего лишь слова, по которым мы никак не можем определить реальное состояние сердца человека. Святые отцы давали методы, как определить прелесть у себя. А мы вдруг начинаем применять это к ближнему. Очевидно, что это ошибка. Давайте порассуждаем от противного. Допустим, протоиерей Владимир Головин в прелести Бесовской. Но что мы видим? Через его прелестные проповеди десятки тысяч людей обращаются в церковь, начинают молиться, читать Евангелие, святых отцов, исповедоваться, причащаться. Одним словом, становятся чадами церкви. И тут получается у нас два варианта. Первый. Или Бог через Владимир Головина пополняет свою церковь? Второе. Или это дьявольская многоходовка, направленная на последующий раскол внутри церкви? Может ли человек в прелести вести за собой толпы народа? Легко может. Может ли человек в прелести привести людей в церковь больше, чем те, кто находится в нормальном состоянии? Вот тут сомневаюсь. Владимир Головин лидер по обращению людей в православие и воцерковление. Он также лидер по количеству подписчиков в Ютубе. Перед нами опять встает вопрос. Или это божьи дела, или это очень хитрые дела дьявола? Рассчитаны на много ходов вперед. Ведь люди-то в церкви оказываются по факту, а там его власть ограничена. Рассмотрим второй вариант. Если это дьявольская многоходовка с целью завлечь как можно больше людей в церковь, а потом создать раскол, то мы вынуждены признать, что в эту многоходовку включены и протеерей Александр Новопашин и Александр Леонидович Дворкин, и все те, кто развивает этот скандал. И они являются непосредственными исполнителями этого плана. Это просто логически из этого следует. Какой план дьявола при этом? Привезти как можно больше людей в церковь, а потом их же отколоть? А ведь многие останутся, а до этого их вообще не было в церкви. Я вижу это бессмысленным. Гораздо убедительнее выглядит первый вариант, когда Бог делает через проповеди Владимира Головина и молитву по соглашению в свои дела. Толпу людей обращаются в церковь. И при этом инструменты, которые использовал дьявол, интернет, реклама, артистизм, теперь успешно используются на благо. И это все, естественно, невыносимо для падшего духа. И вот он строит козни против этого дела. Рассматривая всю ситуацию в целом, я не нахожу убедительным для себя возможность того, что протеерей Владимир Головин в прелести. А раз в прелести, значит выполнять дела дьявола. Так как плоды его деятельности я вижу совершенно противоположным плодам дьявола. Плоды дьявола – расколы, ссоры, раздражения, ереси. Плоды Духа Божия – мир, любовь, всепрощения, благодарения, покаяния. Это мы видим в его последнем видео, где он просит у всех прощения и обещает осознать и исправить то, что действительно в нем есть плохое. А может ли отец Владимир Головин быть в прелести и одновременно через него делалось дело Божие? Может. А может ли Александр Дворкин быть в гневе и одновременно через него делаться дело Божие? Может. Поэтому ни прелесть, ни гнев, ничего не объясняет. И мы не можем к ним оперировать, как аргументу. Можно поставить под вопрос, а достоверно ли то, что плоды батюшки добрые? Многие ставят в укор то, что последователи протеерея Владимира Головина не терпят критику, агрессивно отвечают, что-то угрожают и всячески защищают батюшку. При этом обвинители считают прямо-таки своим долгом объявить об этих слабостях ближневым, несмотря на то, что эти слабости вообще свойственны всем людям, независимо от того, прав человек или нет. Но на самом деле все эти реакции не являются никаким аргументом в пользу того, что дело, которое делается в Болгарии, не Божие. Все эти жалобы, мол, мне угрожали, оскорбляли, являются лишь эмоциональным, психологическим приемом. И смотрите почему. Апостол Петр в саду Гевсиманском в защиту своего учителя отсек мечом уха рабу Архиерееву. Следовало ли из этого, что Иисус Христос не прав? Никак не следовало. Я пришел в церковь и сделал что-то не так, и на меня наорала бабка. Следовало ли из этого, что Бога нет в церкви? Никак не следовало. То же самое и здесь. В течение этого месяца мне приходилось много бесед вести вокруг этого скандала. Из своей адреса я также слышал немало прямых оскорблений. Однако мне это ничего не говорит о правоте или неправоте их позиции. Все эти реакции говорят лишь о том, что все мы повреждены грехом, вне зависимости от того, какую точку зрения мы принимаем. Теперь рассмотрим претензии к пастве. Ей вменяется то, что она сделала из батюшку гуру. Возможно, действительно, часть людей и боготворят его в силу своей неопытности духовной. Однако следует ли из этого, что протерея Владимир учит чему-то плохому? Никак. Опять-таки не следует. В его проповедях мы не видим этого призыва его боготворить. Еретики неправильно чтут Иисуса Христа. Следует ли из этого, что Иисус Христос неправ и учил чему-то плохому? Никак не следует. Поэтому апеллирование уважаемых и умных людей к таким эмоциональным аргументам в пользу своей позиции мы должны отсекать сразу же. Это всего лишь магия эмоций. Теперь хотелось бы рассмотреть претензии к словам протерея Владимира Главина. Вопрос с кощунством. Кто-нибудь задавался вопросом, а целью этой проповеди было кощунство? Вот какую цель преследовал священник при этом. Вот какую цель? Мне кажется, любой честный человек ответит, что, конечно, не кощунство. Целью было нечто объяснить детям. Вот мы негодуем, я уже многократно слышал призывы отстранить его от служения за такие слова или лишить сана и даже ударить. А никто не задавался вопросом, а может просто поправить? Нельзя человека просто поправить. Вот за то, что человек, имея вполне благую цель, совершил ошибку по форме, мы что, христиане, не можем просто его поправить? Прошу обратить внимание, что вопрос с кощунством это также эмоциональный психологический аргумент. Его целью является постоянное поддержание эмоционального негатива в отношении каноническому священнику. Что касается самих догматических претензий, в этом вопросе диакон Константин Селезнев здесь все подробно разобрал. Ссылка дается. Точно такой же эмоциональный эффект носит ходящий по интернету монтированный обрезанный ролик «Все монахи – уроды». В обрезанном варианте это выглядит так. Монашество – это такая форма уродства. И тут у людей поднимается негодование. Ну уж после таких-то слов с этим батюшкой все понятно. На самом же деле отец Владимир ничего криминального там не сказал. Вкратце было сказано следующее. Монашество с одной стороны это форма уродства, но в нашем падшем мире это форма жизни, которая возвращается к естеству. Это как при онкологии химиотерапия вводят яд в организм. И при больном организме это лекарство, которое вылечивает. Так монашество в наше время это лекарство для тех, какие мы стали после грехопадения. Монахи сами исцеляются и нас лечат своими молитвами, своим примером. Как мы видим, это мнение вполне допустимо и ничего плохого в нем нет. Однако в интернете я встречал статьи, где люди негодуют все равно. Они говорят, но сам факт того, что было сказано, монашество уродство же есть. Отвечаю, есть такой факт. А еще есть факт того, что сказано в Библии. Нет Бога. 13-й Псалом. И это не означает того, что Библия нас учит тому, что Бога нет. Ну вот до чего же мы дошли, братья и сестры? Видим, что хотим видеть, а не то, что есть на самом деле. Многие братья и сестры недоумевают, почему в последнем обращении протеерей Владимир Головин попросил прощения за все и пообещал исправиться и одновременно сказал про доклад, что это ложь и клевета. Тут все очевидно. Во всех обвинениях есть то, в чем необходимо изменяется, и есть то, что является ложью и клеветой. Одно, другое никак не исключает. Так как обвинения писали такие же грешные люди, и они так же, как и все, могут ошибаться, и так же, как и из отца Владимира Головина не надо делать гуру, точно так же не надо делать гуру из Александра Леонидовича и его друзей. Почему данная статья имеет такое название? Потому что весь этот скандал напоминает мытарство, когда падшие духи цепляются за каждое слово, правое и неправое, даже единожды сказанное в жизни, и каждый раз его повторяют и повторяют, чтобы обвинить человека. Не будем уподобляться этим духом, а оставим следствие и суд тем, кто может различать объективные данные от субъективных фактов и от эмоций, ошибку от намерения. Я уже не говорю про милость, ее нам всем не хватает, так как и мы можем оказаться в подобной ситуации и здесь на земле и на небе. С Богом! Вот душа предстала, тут ангелы, а тут демоны, вот мне это очень понятно, потому что умирал, когда патриарх Тарасий, демоны обступили вот со всех сторон-то, ну и долбят его, а вот ложь, вот солгал, он понял, говорит, все вы лжете, ничего этого не было, и все, я отбил их. Нападают на меня точно так же. Где-то что-то было сказано, где-то там, где-то, а сами вот как демоны со всех сторон нападают. По-другому они не могут. Теперь я спрашиваю, а вывод-то, какое все, что здесь было? И вдруг я вижу, вот еще дальше еще. Смотри, считай дальше. Остановим травлю протеерея Владимира Головина. Вернем проповеди. Против травли Владимира Головина. Примеры писем в патриархию и епархию. Контакт инициативной группой. Политика конфиденциальности. Материал в защиту. Опровержение обвинений против протеерея Владимира Головина. 29.04.2018 года. Вячеслав Семенов. Город Казань. Протеерею Владимиру Головину приписали мнения и позиции, которые он никогда не занимал и не говорил. Те люди, кто мало смотрел его проповеди, могли в эти приписки поверить и соблазниться в священники. Мы не будем вникать в мотивы людей, которые не хранят мир в церкви, но просто спокойно будем отвечать на всякую ложь правдой. Каждый может сам посмотреть и убедиться, что на самом деле говорит отец Владимир, какую на самом деле он занимает позицию и какое мнение имеет о себе и церкви. Клевета номер один. Призывает почитать Славика Чебаркульского и прочих людей, не канонизированных церковью. Опровержение. Клевета номер два. Провел повторное венчание. Подпитку благодатной энергетикой обновления брака. Опровержение. Клевета номер три. Ведет всех к себе, а не ко Христу. Призывает всех почитать себя, а не Бога. Опровержение. Клевета номер четыре. Полагает свой духовный опыт в качестве безошибочного. Опровержение. Клевета номер пять. Призывает всех считать Болгары самым благодатным местом России и отвращать людей от своих приходов и священников. Опровержение. Клевета номер шесть. Призывает слушать его мнение, а не мнение святых отцов, церкви и других священников. Опровержение. Клевета номер семь. Не признает своих ошибок, учит ереси и упор от своих заблуждениях. Опровержение. Клевета номер восемь. Считает себя высокодуховным безгрешным старцем. Опровержение. Клевета номер девять. Ведет к расколу в церкви, идет против церкви. Опровержение. Клевета номер десять. Обещает, что в молитве по соглашению, человек обязательно получит конкретное просимое и обязательно определенный срок. Опровержение. Клевета номер одиннадцать. Понимает молитву в магическом смысле и других призывает так понимать. Опровержение. Клевета номер двенадцать. Убеждают, что молитва по соглашению заставляет выполнить Бога твой земной заказ. Даже вопреки духовному состоянию человека. Игнорирование воли Божией. Опровержение. Клевета номер тринадцать. Якобы отец Владимир призывает считать молитву в виде акафистов сильнее, чем проскомидию. Опровержение. Клевета номер четырнадцать. Коммерческая цель деятельности отца Владимира Главина и молитвы по соглашению. Все только за деньги. Опровержение. Клевета номер пятнадцать. Паломников убеждают, оплачат как можно больше акафистов, а лучше сразу все. Опровержение. Клевета номер шестнадцать. Усиление молитвы коммерческая уловка болгаров. Опровержение. Клевета номер семнадцать. Благодать Божия действует не в силу веры и духовной чистости человека, а в силу личных особенностей священника. Опровержение. Клевета номер восемнадцать. Суть проповеди подросткам было кощунство и унижение Господа Иисуса Христа. Опровержение. Хотелось бы еще отметить, что протеерей Владимир Головин является каноническим священником Русской Православной Церкви, Казанской Метрополии, Чистопольской Эпархии. Московского Патриархата. То, что он является священником, ведет свое деятельно, есть решение Церкви, которое никто не отменял. То, что есть отдельные люди, священники, митрополиты из других эпархий, которым не нравится его деятельность, никак не влияет на мнение Церкви по этому вопросу, который в лице священно-начальства его благословил на эту деятельность, которую он ведет. Поэтому не стоит покупаться на утку угрозы расколов. Таких угроз в данном случае не существует, хотя обвинители все это для этого делают. Будем хранить мир в Церкви и относиться критически ко всем, кто этот мир пытается нарушить. Вячеслав Семенов, город Казань. Материал защиту Легенда о Великом Инквизиторе, меня гнали будут гнать и вас, отзывы на доклад. Земные мытарства протеерея Владимира Головина, сомнения протеерея Владимира и Головине или поездка в Болгар. Публичное поношение протеерея Владимира и Головина, это путь к духовному преображению. Вся правда об отце Владимира и Головине. Фидель Кастро современного русского православия. Считай дальше. Лес рубят, щепки летят. Или кто дал право протеерею Александру Новопашину оскорблять православных христиан? Ответы на обвинение протеерея Владимира и Головина в ересе, сектанстве, младостарчестве и тому подобном. Матильда, критика Головина и другие способы разбить православный электорат В. Путина. Нефть, Булгар, как древняя столица татарской государственности, православие, геополитика. Пожарный Богор и поганая метла. Ну вот теперь что? Прочитаю на первый раз, как много мне скинул. Ну хорошо. Я вот сейчас, которые в обвинении были, все до одного против меня, все. Молитв по соглашению нету, а все остальное там и в ересе, и в чем нету. Это болезнь. Болезнь не человека которого-то, а всего православия. Не только патриархия, а это везде. Где бы это ни было. А почему? Нет духовного рождения свыше. Об этом речи нету даже. И нет водительства Духом Божиим. А это дело, ну ясно, что это не Божие. Нападает. Они что-то сделали, нет, привели в церковь, никого. Нигде нет. Зависть. Зависть буквально испепеляющая. Вот где-то тут, сейчас я не знаю, сумею сразу достать или нет, где отец Владимир там про меня, вопросы мы задали. Где тут такое? Это надо где-то найти. Ну вот так, теперь посмотрим, может быть действительно что-то встретится. канал наш. Это на наш канал она вытянула. Ну вот давай, посмотрим здесь. Господи, Андрей Дугов, каково ваше личное мнение отношения к Игнатию Тихоновичу Лапкину? Вот так вот, да? Да. Напрямую. Ваше личное мнение? Во-первых, он православный христианин, я знаю. Это важно. Заметь, мы ни разу не встречались. Я сейчас как раз и написал, вот, чтобы нашел он его и могли побеседовать ближе. Он собирается летом приехать, к нему уже люди присоединяются, и мне пишут, можно ли я с ним приеду? Ну, говорит, сейчас осенью он не приехал, потому что мне это дело там запрещали и просят. И повторяю, что он со мной не встречался. Но у нас абсолютно все сходится. В моей молитве он каждый день и неоднократно. С чего ради вызванного? Что, птицы к подобным слетаются? Или как, говорят? Рыбак рыбака видит издалека. И поэтому мой брат во Христе. А как к братьям нужно относиться? Если Евангелие к врагам даже с любовью, а к братьям с сугубой любовью. Поэтому вот это мое отношение. Слышал в видеозаписи его беседы, обращений. Меня все время поражает его глубина эрудиции и знания писания святоотеческой литературы, жителей святых. Он очень грамотный, православно грамотный человек. Но у него есть свои особенности, как указано. Он очень горячий, очень горячий. Русский. Наверное, да. Но в этом году ему, по-моему, 80, он весь такой живой, деятельный. Хотелось бы пожелать ему побольше сил, здоровья и попросить его молитвы о нас грешных. Мне лично очень хотелось бы съездить на Алтай, в Потеряевку, где Игнать Тихонович, ну, вместе с своими братьями и сестрами в Христе восстановили заброшенную деревню их родную, где она теперь православная там живет. Такая некая православная община. Хотелось бы вживую увидеть, пообщаться. В этом году рядом с событиями, которые у меня произошли, здоровыми, не только, не получилось. Очень надеюсь, все-таки приехать. Очень бы хотелось увидеть не только Игнать Тихонович, с ним пообщаться, а этих людей, людей и их общинное устроение. Думаю, что мне будет чему поучиться. Поэтому вот так отношусь как к учителю, как и моему учителю, как к человеку, который много что знает и много чего можно учить. Но есть у него некие такие вещи, чего-то, для кого-то может жестко звучать что-то. Но у нас у всех лично что-то есть. В церкви главный принцип вот какой. В главном единство. Главное, он догматически православный, канонически православный, он причащается православной церкви, он сын русской православной церкви. это главное. А второстепенно свобода, разная форма быть, но главное написано во всем его это главное. Вот видите, он выступил, сказал, ответил, какое мое к нему отношение может быть. Притом это он не один раз, когда спрашивали, а его не подходит ли вам гордость, там женщина спрашивает, и он начинает сравнивать, вот я о других говорит, вот смотрите, перечисляет Андрей Ткачев, какие там знания, Алфеева я уважаю, митрополита Илариона, патриарх, как говорит, но еще есть один человек, вот это писание, он как знает, глава, стих называет, а я чем бы гордился, когда у меня, говорит, ничего этого нет, он такой простой, это первое, что я с ним встретился, я потом сказал, а те, которые не другие слушают, а их это мало спущает, им это и не надо, вот допустим, вот мой мир, я попутно здесь хочу сказать, мой мир-то мой мир, здесь фотографии только у меня моих, наши, 22413, ну можно узнать, можно, давайте вот некоторые фотографии сейчас я покажу, вот, здесь я на площади проповедую, такая была у нас площадь, рядом с администрацией края, дворец спорта, и там трибуна была, народ собрался, громись, собрались коммунистов, а я шел мимо, я не знал же, что такая, митинг большой, и меня увидели, там, два милиционера, оттуда прям бегом, бегом через толпу, и ко мне, я думаю, ну что, за что-то арестовывать, под руки меня, и на каплю, затащили, а у меня Евангелие с тобой, это я стою и говорю, и весь накал спал, мне потом, сколько благодарностей было от коммунистов, от всех, это первое, я показываю, как было, это вот книги, которые у меня вышли, 38 книг, ну, а 38 книг, теперь, скажем, 15 лет они, 15 лет, известные, подаренные, находятся в Москве, допустим, в библиотеке Ленина, в парламентской библиотеке, в исторической, 650 городов объездовали, где я подарил, ну, можно было, отослали книги Дворкину, там, мне показывают, где, три епархии занимаются, миссионерские отделы, центрские отделы, это Новокузнец, Кемерово, там, Тульская, то есть еще где-то, в Одесский монастырь, теперь, уже года два назад, послали, к Киеве, Печерскую лавру, там, профессор, говорит, занимается, ну, можно что-то сказать, допустим, они Масленникова, Сергея Михайловича, трепет на международных чтениях, против меня выступает какая-то Анна Владимировна, ее там, священник написал, ей подсунули, и везде пытается, любыми путями меня спрессовать, и ничего нету, даже на Вапашину пишут, хорошо, я отвечу, и еще не отвечает, это Дудин Сергей, отвечает священник, почему, то есть, закрыть лагерь надо любыми путями, обратиться в Роспотребнадзор, то они все говорят, и все мне прислали, как они там выступают, и дальше, они начинают это делать, надо обратиться к местному метрополиту, они говорят, да он не будет заниматься, обращаются даже к метрополиту, и вот смотрите, вот к метрополиту обратились, а я сейчас, вот это она тут, опять меня потянуло на эту сторону, подожди, где же это, вот у меня это, бумага, сейчас я вернусь к этому, данным метрополитом Виталием, сейчас посмотрю, больше-то не сделать, ее надо ближе как-то, Игнатию Тихоновичу Лапкину, Барнаул, преподается нами, Божье благословение, на всестороннюю миссионерскую деятельность, проповеде Слова Божьей, защиту и укрепление веры, в Российской Православной Церкви, метрополит Виталий, метрополит Первый Иерарх, Русская Православная Зарубежная Церковь, архиепископ Нью-Йоркский, восточно-американский, и архиепископ Монреальский, и канадский. Когда я приехал туда, мне сказали, за все время существования зарубежной церкви, вы первый, кто приехал по миссионерскому отделу, а на врагов это не влияет, да это там подкупил за, как они говорят, зазомбировал, ну ладно, зазомбировал одного других, это я выступаю на международном, был здесь конгресс интеллигенции, это не просто так, тут лауреат Нобелевской премии даже в жаре Салпиеров было, и проще, ну Бог это делает, моего тут ничего нету, я с одним, тут судился, с одной организацией, газету написали, ну и выступал там первый секретарь железнодорожного райкома партии КПРФ, Бобров Геннадий Александрович, и он там был, и вдруг, говорит, предоставляют слово Лапкину, выходит в пизжачке, там какой-то в валенках, я говорю, а это-то зачем здесь, подумал, ну вот он, это он говорит на суде, против меня выступает, Ваша честь, ну вот он заговорил, я прошептал, златоуст, это коммунист, говорит, какой я златоуст, но это человек, который первый раз меня видит, а эти, которые ни разу даже не видели, и дальше начинает, так, подожди-ка, где-то должно быть, это меня ведут арестованного, ну пусть кто-нибудь одну фотографию покажет, из Советского Союза, изо всей мировой элиты, вот это я иду, поезд у меня снятый, вот с бородой иду, а это святыли тебя так встречали, 12 краснопогонников, меня в зал сюда заводили, дальше, это вот я, митрополит Виталий, архиепистка Пыларион, теперь вот этот, в синодиуме, теперь он является, и вот заметьте, еще одно, русская православная церковь, московский патриархат, алтайская метрополия, православная религиозная организация, Барнольдская епархия, адрес Телепоны, 12 мая 2016 года, главному редактору, русской народной линии, Степанову А.Д. Пишет, уважаемый Анатолий Дмитриевич, в ответ на ваше письмо, о деятельности Игнатия Тихоновича Лапкина, сообщаем, следующее, Игнатий Тихонович Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с православной церковью через Барнаульскую епархию, как обычный мирянин, он ревностный православный христианин, проповедник и исповедник, догматических и канонических нарушений у него не установлено, под церковным судом не состоит, как обыкновенный гражданин имеет право на организацию лагеря и иную законную общественную деятельность, а эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти. Игнатий Тихонович Лапкин человек твердых убеждений, пожилой, что требует уважительного отношения к нему с уважением, митрополит Сергий, Барнаульский и Алтайский. Показываю, митрополиты отвечают, там постоянно благодарности, там от мэра города, это могу показать. На врагов это нисколько не действует. Даже если бы у меня Христос обедал, это сняли, это бесполезное дело. Почему? Злоба отнимает разум. Сидор Пилосиот и говорит, предвзятость, то есть заранее настроенная, не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. И вот разные священники, еретики, блудники, убийцы, это я уже знаю, составляют ролики или присоединяются к чрезвычайному ролику. И непрерывное поношение. Мне от этого только польза. Радуйтесь и веселитесь, великаша ваша награда. Я каждый день знаю их, поминая имена перед Богом. Господи, не помяни их и безумие в судный день. Я не хочу, чтобы вы отзывались хорошо, но ваша душа страдает. Вы на меня нашли. Я вас знать не знаю никого. И вот отец Владимир Головин. Какое, спрашивает, мое отношение к нему? Как он ответил? Братское. Я проверяю себя на молитве. Вот бывает на молитве, я не могу ничего сделать. Молитва не идет. Отца Арсений, книга такая, там написано. Не идет молитва. Я уже через несколько часов забываю молиться о нем. А об отце Владимире этого нет. Молитва идет легко. Вот и весь ответ. Я сейчас обращаюсь ко всем, кто имеет доступ к отцу Владимиру Головину. Пусть он выйдет на меня, мы побеседуем, пока есть такая возможность. Бог его знает. Потому что это жизнь, есть жизнь. Тем более, жизнь человеческая 70 лет, при большей крепости 80. А мне 10 июня в этом году, в 19-м, будет 80. Еще какая тут, при большей крепости. Тут ни крепости, уже ничего нет. Ну, пока сам лажу голубям. Я показываю, как я живу. Вот так. Ну и, раз вывал этот человек, на весь этот разговор. Вот так. Сейчас посмотрю. Вот первое. Вышел он на меня. Вячеслав Семенов. Благодарю, в первую очередь, Вячеслава Семенова. Если бы не он, не было этого ролика. Я ночью все просчитал. Выправил какие, такие морфологические ошибки. Ну, запятые разные. Все расставил. И благословит Господи Вячеслава, отца Владимира и всех, ищущих истины во Христе. Богу нашему слава. Благодарю и вас, Володя и Надежда. Все на этом. Спасибо. Спасибо.